здравствуйте дорогие друзья канал евроспорт приглашает экраном всех любителей тяжелой атлетики где сегодня завершается чемпионат европы уже в тридцатый раз он проходит у девушек и 96 раз у мужчин наш сегодняшний рассказ будет проходить о соревнованиях весовой категории свыше 90 килограммов супер тяжелая весовая категория у девушек и за трансляцией вместе с вами будут наблюдать режиссер сергей анашкин и ваши комментаторы иван захаревич и алексей безбородов здравствуйте 6 спортсменок выйдут на помост в этой весовой категории и можно сказать смело что каком-то роде первые будут разыграны медали в этом весе почему потому что раньше категория супер тяжеловесов женщин называлась свыше 75 килограммов но после олимпийских игр прошел конгресса где были изменены немного границы весовых категорий в частности введена новая категория до 90 килограммов и соответственно супер тяжелая у женщин теперь свыше 90 килограммов медали в категории до 90 килограммов вчера были разыграны впервые и соответственно сегодня впервые будут разыграны медали у женщин весовой категории свыше именно таким образом а международная федерация уравняла количество разыгрываемых наград на любых соревнованиях с мужчинами по 8 весовых категорий стало и соответственно всего 16 комплектов наград ну и конечно же такая одна из еще одних причин почему вот так вот разделили увеличили вот эту границу было много спортсменок которые скажем так были не совсем супер тяжами кстати говоря татьяна каширина которая на ваших экранах в их числе очень долгое время таня весила там порядка там 90 95 килограммов и соревновалась с девушками которые весили далеко за 110 120 иногда даже 130 килограммов и это не единственный пример ну татьяна сумела приспособиться вес она поднабрала со временем чтобы конкурировать и конкурировать успешно она самая наверное титуловная спортсменка мира не побоюсь сказать так так и есть совершенно верно ну а уж в европе ей точно равных нет за седьмой своей медалью возможной приехала татьяна сегодня шестикратная чемпионка европы и знаем и что прошлый год например татьяна пропускала держала фокус на олимпийские игры на которые как мы знаем наша команда к сожалению не попала и мы знаем что если бы татьяна приехала туда то она стала бы олимпийским чемпионом без вариантов вообще потому что ну во первых как только стало известно что каширина таня не будет выступать китай сразу же выставил спортсменку свою которая в итоге выиграла но до того как вот эта информация появилась китай не был представлен на олимпийских играх побоялись они выставлять зная что каширина действительно сильнее ну и даже тот результат который был поднят таня конечно же превзошла бы с легкостью здравствуйте еще раз дорогие друзья мы начинаем а заключительную трансляцию для девушек весовая категория свыше 90 килограммов и для вас работают сегодня режиссер трансляции сергей анашкин и комментаторы алексей безбородов иван захаревич здравствуйте здравствуйте друзья на ваших экранах только что была таблица мировых рекордов в рывке вы видели 155 и 193 цифры это татьяна каширина которая сегодня выйдет на помост 6 спортсменок в группе а в группе сильнейших немного откровенно говоря и я думаю введение весовой категории свыше 90 килограммов в том числе сыграла свою роль некоторые ушли туда в ту категорию более легкую более наверное комфортную спортсменок некоторых ну и вот здесь остались у нас самые сильные и край сагнатэн старый парк 1 попытка анны макаровой украины только что произошла на макарова 90 килограммов подняла сегодня конечно же в основной вопрос кто станет третьим этих соревнованиях почему потому что видимые заявки для первых попыток татьяна каширина 132 выявила ну здесь только сама каширина может помешать выиграть этот чемпионат европы сама себе сможет повышать помешать анастасия лысенко вторая украинская девушка 115 заявила ну конечно же до кашириной дайте будет нереально и соответственно поставим с остальными участницами у лысенко весомая заявка потому что оставшиеся девушки а их у нас осталось 3 4 вот не выходивших 3 да это магдалена королок из польши это александра миржеевска из польши и кристина могат из венгрии 95 заявили то есть в общем то за бронзовую медаль нешуточная борьба развернется в общем то и александра миржеевска как раз таки на экранах у нас можно отметить что из всех участниц самая тяжелая дама 139 400 конечно же на штанге сейчас вес гораздо меньше чем собственной александра 96 макарова и украинца газета 2 подход в общем-то и объясняется такая легкость взятия и тем самым моментом анна макарова второй подход 91 96 один килограмм она добавила и соответственно 96 подходит королок и могут сразу плюс килограмм этому весу добавили макарова какой-то лидер и магдалена королок джименшан шедем сэган это другие подающие кристина мага и стеклифтер для анны макарова это первые международные соревнования магдалина королок 97 королок на прошлогоднем чемпионате европы не выступала в общем-то она на взрослых соревнованиях вообще не выступала только на юношеских и юниорских спортсменка 99 года рождения на всего лишь 17 лет 17 лет до на данный момент приготовить на первенстве мира в прошлом году в тбилиси королок показала восьмую сумму 204 всего лишь кристина могат успешно справляет ли этим весом найти северный план сагай кристина могат выступала в албании в 2013 году и бронзовую медаль тогда завоевала помним мы что александр в том году скажем так как дана корона и стали результатами в общем то тогда победительница стал сабина богинска 101 в рывке и 128 в толчке подняла а а и Ну, так не стоит, наверное. Нужно бросать штангу, могут считать. Обязательно нужно провожать топома с торгами. Он показывает, что, дорогая моя, надо до конца работать по правилам. Продолжение следует... И если получится, то в лидеры выйдет Анна. Нет, вес не покорился. Примерно на шестом месте Макарова останется. We have the change. One hundred kilograms. Сан-Зебац-Микс. 100 килограммов. За chwilę на штанзе. Магдалена Каролак. Полант. Саган-Тен. Другий подойщ. Анастасия Лысенко была на ваших экранах. Анастасия Лысенко выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Анастасия Лысенко выступала на Олимпийском. Саган-Тен. Было, конечно же, похоже, что справятся, но штанга оказалась сзади. есть еще попытка магдалены в случае успеха я так понимаю будет ее личный рекорд нигде до этого ну что тут можно отметить абсолютно точно пока что пока выступает вот эта самая группа за исключением двух девушек которые заявили больше всех маловато маловато маленькие килограммы показывают спортсменки например позавчера мы могли наблюдать выступление из украины ирины дэхо которая в этом упражнении в рывке показала 120 килограммов разменяли 100 килограмм спортсмены александр мерзиевска вот у женщин как-то супер тяжелая весовая категория вот если не брать таню каширину слабовато по сравнению с другими категориями а здесь на самом деле еще и вот эту категорию до 90 ввели немножко тоже подослабили что та же анастасия готрид которая не выступала хотя была заявлена более уже легком весе супер тяжах поднимала прилично 120 в рывке 145 толчки можно отметить также отсутствие репсимы хоршудян чемпионки европы прошлого года из армении дома 113 137 был тогда результат репсимы ну и вспоминать еще анной спортсменка из венгрии которая тоже неплохо ну по крайней мере значительно больше чем 100 и даже 110 имеет показатели она выступала на олимпийских играх но вот пропустил подтверждение твоих слов алексей вся тройка призовая чемпионат европы прошлого года как раз укладывается до 90 килограммов вес девушек ну что же прибавив один килограмма к неудачным до этого 100 килограммом магдалена каралак справляется пока что становится лидером скажем самая юная девушка 17 лет алексей скорости в меркнут в сравнении с лучшими килограммами расширенного а именно рекордом мира 155 программов в полтора раза больше ну что же поздравляем поздравляем уезжает в венгрию позже узнаем какая венгрию позже анастасия лысенко украина справляется в первой своей попытке со 115 украина лысенко украина она Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Справляется... 120, да? Да, уверенно справляется Лысенко. И повторяет свой лучший результат в этом упражнении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень уверенно, я бы сказал, работает... В принципе, просматривается запас... Ну что ж, по своему графику ушла Анастасия Лысенко... В итоге все успешно, все три подхода... 125, на 21 килограмм больше, чем... Идущая следом за ней Кристина Угат... И 132, вес установлен... И 132, вес установлен, Татьяна Коширина... Первый подход... Очень легко... Припрыжечка... Поздравляем... Поздравляем Татьяну с очередной золотой медалью чемпионата Европы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По победам на Европах. 137. Уверена. Ее личный тренер Владимир Краснов с самого начала, с самых юных лет тренирует Таню, выступает Татьяна за Санкт-Петербург. 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 был больше чем у победительниц олимпийских игр ну что же на штанге 140 и заключительная третья попытка уже победительницы сегодня в этом упражнении татьяна каширина фиксирует над головой штангу и жюри жюри вмешивается сейчас а гаста темпу татьяна каширина из науле и итоги первого упражнения на ваших экранах по заявкам на толчок в общем то тоже первые вторые места я думаю здесь все предельно ясно и для первого подхода в толчке мы видим татьяна каширина 168 заявила анастасия лысенко 140 и вот оставшиеся девушки 122 и двое 125 знает видимо чуть лучше толкает на пятой строчке александра миржеевска которая тоже начиная 125 и получается 4 килограмма проигрывала то есть могат они польские девчонки обойдут в первом же подходе у анны макаровой скорее только теоретические шансы сохраняются на толчок медаль в толчке потому что в рывке она меньше всех закончил 96 и получается 8 килограммов проигрывает венгерки который 3 идет вот примерно такая раскладка кристина могат сразу же вот самом начале уже и появляется на помосте ух в стоечку работает да неплохо у могат лучший полчок сколько по всей верности один из последних результатов 124 125 не поднимала готовые были неудачные попытки на 126 ну в общем-то на успешном том самом чемпионате европы тринадцатом году в тиране в албании где она была 3 александра межимска из приправе все готовы еще 125 устанавливают на штангу магдалена королок и по всему подойдет королок гаусап ван хандар твентифайв 120 пенч александра межимска полон просто там герша флэш ханна макарова и украине стекликта его такая пауза продолжается непонятно с чем она связана возможно какие-то перезаявки делают хотя казалось бы ну королок нужно подходить 125 и она этим подходом сразу же обходит второй подход кристина могат кристина могат и ради гаусап вору да Продолжение следует... Пора бы уже. Магдалена Королок. 126 подходит. Королок 3 килограмма проигрывал. Ну и сейчас сразу в отрыв хочет уйти. Ну что же, 17-летняя девушка из Польши таким образом сразу же устанавливает личный рекорд. 126 нигде не показывал ранее. Это рекорд, а на следующих соревнованиях они уже с него начинают. Анна Макарова, второй подход 126. Самая лучшая прогрессия, наверное, сегодня ты толкаешь, а через полгода ты это рвешь уже как-то так. Ну это в совсем юном возрасте, вероятнее всего. Но бывает. Вот интересно, кроме венгерской девушки, у остальных спортсменок, они представляют те страны, которые, в общем-то, были такими зачинателями в этой весовой категории. Побед у Польши Агата Вробель. Соглашусь. У Украины Ольга Коробко. Постоянно на чемпионатах мира давала жару. Ну и, конечно, у нас Альбина Хомич, одной из первых, так сказать, для российских спортсменов, протоптала дорогу к медалям в этом весе. Ну на чемпионате мира впервые это случилось в 2001 году, если я не ошибаюсь. Хомич выиграл Атагио. На Европе, конечно же, гораздо раньше это произошло. Могат в лидерах. Миржиевска 127 начинает. Но видели мы в разминке 125 толкнуло. Практически с этого же веса и выходит. Не знаю, насколько это правильно. Обычно 5-10 килограммов в тяжелой категории. Поднимается в разминке, после этого на помост уже выходит. А здесь 2. По всей видимости, в психологическом плане ей так удобнее делать. Не исключено. Один из братьев Далега. Уже в качестве тренера. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Загонять спортсменок на большие веса. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну пока что со второй суммой ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держит, держит над головой Не говорю, что фиксирует Держит над головой 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 Анастасия Романова выиграла рывок, толчок и сумму в категории до 75 килограммов. Мария Вострикова стала второй в сумме, плюс бронза в рывке и толчке. И в категории новой до 90 килограммов победила Диана Мстиева. Кстати говоря, очень удачно нам показывают ее. Ну и кого-то мы пропустили из юных участниц. Ну, в призы у нас не попало. Отхожу. Анастасия Иванова, которая была 12-й в категории до 58. Уже тяжелее. Лучше и не поправляет. Четко, да, стало именно в исходное положение. Допустим, вот эта попытка Александры Миржиевской, конечно, показывает, что она 131 наверняка бы подняла. Тем временем Анастасия Лысенко появляется на помосте. Напомню я всем, что на втором месте она расположилась после рывка. И, кстати говоря, было заявлено 140 для начала. А как мы можем видеть, 136. Да, 136 на штанге. Ну, все правильно. Здесь геройствовать не надо. Надо бронировать медаль. Дальше уже спокойно прибавлять. Ну, пожалуй, только, наверное, Таня Каширина может себе позволить. Ну, так все-таки не килограмм добавлять. Потому что здесь может другой эффект сработать. Вес будет настолько легким, что были случаи в истории, когда спортсмены сами потом говорили, что не чувствовали его. Слишком сильно вкладывались и теряли подходы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предпоследняя весовая категория на этом чемпионате Европы. Последняя у женщин. Но и мужчины супертяжа нас ждут. Я думаю, что сейчас после этой попытки Анастасии Лысенко немножко расскажем о том, что ожидается на помосте. Уверенно. Уверенно. Да, ну, уходит Лысенко, наверное, дальше отдыхать. Еще две минуты. Так вот, у мужчин весовой категории свыше 105 килограммов мы видим в заявке следующих действующих лиц. Олимпийского чемпиона Клашу Талахадзе. Уже, уже очень неплохо. Да, это только начало. Там же в этой весовой категории у нас и его напарни по команде, который стал бронзовым призером соревнований в Рио Иракли Турманидзе. Там же серебряный призер Олимпийских игр Гор Миносян. Там же двукратный чемпион мира Руслан Албегов. Также там еще один армянский тяжелоатлет, который очень сильный и на Олимпиаде был четвертым. Это Рубен Алексанян. Были у него попытки и в тройку попасть на Олимпийских играх. Ну, я думаю, Марк Сейм. Как же мы его забыли? Марта Сейма, который бронзовый призер чемпионата мира Юстона. И Олег Прошак из Украины, который выигрывал чемпионат Европы, но там какие-то проблемы с допинг-контролем были. На год его дисквалифицировали, но снова вот он вернулся. Практически всех назвали ребят. То есть, я думаю, на это стоит посмотреть. Заруба ожидается не хуже, чем на Олимпийских играх. Это 100%, а может быть даже лучше. Вот Руслана Албегова, допустим, на Олимпиаде не было. Я думаю, сумеет он подпортить настроение некоторым. Ну, главное, чтобы не себе. Да. Так, что же у нас тут на помосте? 152. В случае успеха личный рекорд, как минимум. Ну, а какие-то медальные позиции уже изменены не будут. Есть 152 килограмма засчитаны, без вопросов, каких-либо со стороны судей. Итоговая сумма. В 15-м году Анастасия толкала 254. Чуть-чуть обманулась. Совсем не на много, на пару килограммов. Устанавливают 168 на штангу. Татьяна Коширина выйдет на помост. Буквально через минуту. На Олимпиаде 177 китаянка толкнула, выиграв их. Хорошо. Очень уверенно. Ну, если попытка в рыбке сотворок была засчитана, уже на килограмм больше, чем на Олимпийских играх. Татьяна показала эту сумму. Мне вот интересно, Китай будет выставлять спортсменку на чемпионате мира осенью? Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что же касается лучшей суммы, которую показывала Таня. Это 2014-й Алматы чемпионат мира, где она по ходу соревнований, ну, дай бог мне памяти, устояла рекордов 5, что ли, мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда, ну, просто никого рядом нету. Какие-то нужны стимулы внутренние. Продолжать выходить и показывать очень хорошие килограммы. Ух, неплохо. 173. Толкает Татьяна Каширина. И залп поживее. Так немножко начал аплодировать. Так, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделать фотографию всех наград, медалей для своих болельщиков. Дима Татьяна Каширина. 180. Ну, что ж. Ну, я думаю, примерно такая задача стояла. 140 плюс 180 поднять. Ну, 140 не получилось. А теперь попытка на 180. 150. Есть. Легко. 180. Легко. Ты запасище. Да, Таня, ты первая. Вне всякого сомнения. Спасибо тебе огромное, что именно так ты выступаешь каждый раз. Ты талантливая, очень одаренная спортсменка. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok На 37 килограмм больше, чем второе место. И на 83 килограмма больше, чем третье. И на 10 килограммов больше, чем победитель Олимпийских игр. Да. Я надеюсь, хорватские зрители, которые пришли посмотреть, оценили эти поднятые килограммы. Наверняка мало кто из них вживую подобное когда-либо видел. Если только до этого они не приезжали на соревнования, где выступала Таня Каширина. Да. Ну, вот так вот все прошло. Какой-то, я извиняюсь, конечно же, но все-таки есть осадочек после того, как наша команда не поехала на Олимпиаду. Наша, я имею в виду, конечно же, российская. Так сложились обстоятельства. Было это не в первый раз, но надеюсь, что в последний. Да, ну, надеюсь, все понимают, что речь здесь не идет о дисквалифицированных спортсменах. А речь идет о тех людях, которые, в общем-то, находились в состоянии активных спортсменов, но их просто не допустили. В общем-то, к чему Татьяна Каширина, как никто просто в нашей команде, должен был просто приехать и выиграть. И точка. Несправедливо. Очень обидно иногда может быть. Спасибо.